К слову, хлопцы, да-да-да, то есть сегодня мы будем говорить о чем? О том, что некоторое количество банков ведут себя совершенно неправильным образом. Примерно вот тот банк, который за моей спиной ведет себя совершенно неправильным образом. Да. Почему-то дело случается. Я не знаю, почему-то дело случается, но да ладно. То есть давайте начнем раскручивать ситуацию. Ситуация в принципе крутилась более-менее нормально до того момента, как у меня кое-что случилось. Но тем не менее мы это дело решили. Я не задаю и задал точнее главный вопрос. А почему при оформлении кредита под недешевые проценты вы не включили туда страховку моей жизни? То есть вы даже не представляете, как я шпарился, когда выдавал этот займ. Почему вы там не сделали, что а вдруг у вас будет раковое заболевание, оно и случилось? То есть мы так хорошо поработали с банком. Ну да ладно. И потому что мне сказал человек, я так и сделал. То есть есть люди, которые реально смотрят почту. Я им и благодарен. Хотя, конечно, хотелось бы, чтобы сама страховка была в теле моего кредита. Ну да ладно, не в том суть события. Но суть события немножко в другом. То есть давайте все-таки определимся с вопросом. Кто, где, как и одевается. То есть что на мне? На мне китайская шапка, китайский пуховик, гуатемальские туфли. Китайские, наверное, трусы, я же не знаю. Турецкая толстовка, не толстовка там получается. Как бы вам сказать, футболка. Ну и шорты. По-моему, тоже турецкие. Что на мне моего, в российского. А ничего нет. А, стойте, стойте, я же россиянин. Представляете, это россиянин надетый и все остальное. К слову о том, какую камеру мы снимаем. Камера, естественно, японская. Микрофончик. Немецкий. Что же у нас есть до своего? А номера еще свои есть. Ничего? Прикольно? А то. То есть, как и все нормальные люди, я тоже понимаю, что если вы собираетесь покупать вещи нужные, лучший вариант – это интернет. Да-да-да-да-да. И, естественно, я любитель часов. Только когда мы говорим про брейтлинги, фирменные брейтлинги, знаете, сколько стоят? Ой, космос. Пять тысяч долларов. Ты начинаешь, понимаешь, вот это вот, таких денег стоит? Нет, давайте все-таки подешевле. Залазим в интернет. К слову о том, что вам не стоит лазить по ссылкам. Почему-то, кстати, мы говорим о правильности поведения, да? И мне Ньюс.ру говорит, Лента.ру говорит, что мы такие крутые, навороченные, что только мы и вообще пятое-десятое. А почему я на Ньюс.ру также купил какие-то говерные часы? Да. Но это тема другой беседы была. То есть 4 рубля им отдал, да? Полное говно реально. Эту вещь еще есть там. Вот здесь рядышком у нас есть такая штука под названием «Крытый рынок центральный». Вот там есть такие штуки. Ну, они реально копейки стоят. Хорошие часики примерно из той же категории стоят в пределах там до 3 рублей. Да, кстати, они примерно столько и стоят. Ну, 500 долларов, 50 долларов там, ну или там. Вот это да, нормально, красиво. Сделано в Китае, но смотрится неплохо. Другой вариант, то же самое, опять же, Ньюс.ру. Хорошая тема, но не совсем качественная, не совсем красивая. То есть они вот говорят, опять же, что у нас все настолько круто, что только нас смотрите. Да я не против. То есть когда мы задаем вопрос, и через что мы будем переводить деньги? Да, 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 да. То есть я хотел сыну купить акустику. Она не сильно дорогая, 100 долларов стоит примерно. Я так понял, что, в принципе, может интернет-магазин, у него там все свое, 5-е, 10-е. Он не в аренде сидит, то есть не платит за, ну, как им видео, допустим, да? Она уже платит за свои поведенчения. То есть когда вы покупаете что-то, вы не забывайте, что вы платите за аренду. На ком она висит? Не на хозяина, не на вас, естественно, господа мои. То есть поэтому самый простой вариант – интернет-ресурсы. Дешево, качественно и сердито. Дешево, качественно и сердито я посмотрел, ну, в принципе, почему нет. То есть цена вопроса была, ну, процентов на 15 дешевле. Я пришел сюда, к слову о том, что я перевел деньги на держателя банковского карты Сбербанка. И потом оказалось, что они испарились. Клево. Есть такая штука, как кэшбэк ретурн. То есть ты пришел, сказал, что товара не получил, мне бы хотелось денежки вернуть с того счета. Такие вещи случаются. Но когда я появился, и когда я задал вопрос, мне сказали, так ты же сам свои деньги просто так перевел. Я говорю, вот что-то я не доезжаю. То есть давайте все-таки определимся. Если мы что-то покупаем, если мы берем лучший банк, а Сбербанк – это лучший банк. Ну, к сожалению, это не Россия, естественно, потому что это тоже частная собственность, естественно. Почему Сбербанк вовремя это не притормозит? То есть на месте забрали, дали всем прокакаться, особенно держателям своих банковских карт, и чтобы это было бы красиво. Я это дело сказал, это дело говорят многие. Ну, Сбербанк что-то как-то говорит. Ну, вы же сами в гордом одиночестве отдали свои деньги. Да не хотел я таким говнюкам отдавать. Вот. И после этого, конечно, немножко начинает задаваться вопрос, а стоит ли пользоваться карточками Сбербанка? Банк, наверное, хороший, но карточками Сбербанка по переводу я пользоваться не буду. Продолжение следует...